всем привет как всегда спасибо вам за то что материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии я читаю с большим удовольствием сам иногда пишу но стараюсь не писать стараюсь просто отвечать на вопрос потому что если я начну писать это будет много долго и по-разному поэтому я просто вот здесь болтаю и рад что кому-то это интересно спасибо спасибо большое вот и вспомнил я про замечательную группу один ролик у меня есть уже в плейлистах talking heads пластинка speaking in terms 1983 год talking heads это для меня группа которая входит если выражаться пафосным языком таким которым на котором любят изъясняться критики и музыковеды в пантеон самых главных групп играющих музыку в условном стиле рок в двадцатом веке это тот самый пантеон там битлз ролик стонс лид zeppelin дэвид боури еще несколько коллектив джимми хендрикс да и секс пистолс и туда же войдет talking heads обязательно потому что это на мой взгляд шины и совершенно уникальная группа но так можно много про кого сказать и про джет ротал да и проез там и про еще сотню групп можно назвать уникальными но talking heads выработали такой музыкальный стиль такой музыкальный такой подход к музыке к концертам к записи что но опять-таки опять-таки много да можно назвать вот они это такой выработали свой исключительный подход но здесь это больше чем подход это переворачивание всех представлений о рок-группе рок-концерте о том что такое современная музыка какая она может быть и при этом ну влияние фанка да там влияние того сего ну да допустим влияние фанка но тут фанк совершенно не такой какой мы привыкли каким мы привыкли его слышать это ну другое осмысление другой другой взгляд в взгляд на все вообще не не прямой взгляд до них не фас не ванфас не в профиль не сверху не снизу из другого мира просто из другого мира вы скажете там из другого мира хоквинт пинг флой да из другого мира космос тенджерин dream космос это не другой мир это тот же самый мир просто просто он выше немножко находится географически а это друг ну по-другому повернут мозг у давида бирна и у всех членов группы talking heads эта группа снесла нам голову я помню в первой половине восьмидесятых мы тогда еще оперировали такими понятиями как лучшая группа самая крутая группа сейчас конечно я так не говорю никогда ни про кого не не про что потому что ну что значит самая лучшая группа не знаю групп десятки тысяч очень хороших есть и какая что значит лучше лучше я тут прочитал в комментариях что один певец поет лучше другого что это значит что это значит я не понимаю то что человек который это писал больше нравится один певец нежели другой это я могу понять что что лучше другого не знаю вот talking heads 83 год speaking and tongues пластинка которая подвела не подвела черту под всеми предыдущими четырьмя альбомами talking heads а является ступенькой на которую поднялась группа став выше став более цельной и достигнув своего настоящего фирменного звучания того самого которое ассоциируется у нас с talking heads потому что и первые два альбома хороши безусловно и или main in light fear of music таинственные авангардные мрачные тревожные музыкальные чрезвычайно они интересны но вот этот вот безумный безумную ритмическую такую фишку talking heads проявили именно на speaking and tongues 83 год и этот такой но слово гипноз я очень часто употребляю это им слова магия я часто употребляю но это и слова затягивает я часто употребляю но здесь все вместе и гипноз и магия и затягивает и с одной стороны эта музыка танцевальная но танцевать под нее не хочется совершенно потому что она слишком умная для того чтобы просто под нее танцевать несмотря на то что вроде бы прямой прямой ритм за этим прямым ритмом только открывается такая такая даль такая глубина столько ритмических находок столько ритмических всяких фишек штучек столько всего сыграно столько музыки в каждой отдельной песни который кажется вот такой да с таким прямым в первую долю ударом что это просто такого нет нигде вот так никто не играл так никто не пел и не играет до сих пор и не поет и когда мы с виктором робертовичем цоем услышали и увидели на видео talking heads в москве у саши лепницкого которых был видео магнитофон в те времена в те времена видео магнитофонов не было практически ни у кого нужно сказать их было так мало что можно было сказать что их и вообще нет нам удалось там кое-что посмотреть все таки вот и видите тут же написал песню растопите снег в стиле talking heads но играть мы и не стали потому что для того чтобы играть музыку такую как talking heads во первых нужно очень хорошо играть очень хорошо играть быть музыкантами экстра класса во вторых это требует серьезных физических затрат на которые мы не были готовы просто вот и что я могу сказать speaking of tongues я показал да я бы для тех кто вообще никогда не слышал talking heads я бы советовал конечно начать с этих двух пластинок speaking of tongues 83 и 84 stop making sense это нельзя сказать что это концертный альбом это конечно это концерт это запись концерта но это музыкальный фильм так как это концерт который снимался 33 смены три дня на протяжении трех дней но это настоящее концертное исполнение живое просто что такое снимать кино серьезно не просто запись концерта делать видео а снимать именно кино те кто знает как как снимается кино поймут что значит три дня снимать двухчасовой концерт в первый день вы можете ставить метки на планшете и выставлять свет на некоторые картины бывает что свет выставляется по два дня на второй день что-то еще мы репетируем что-то снимаем на третий день снимаем то что не сняли в первый потому что кино снимать это долгая и нудная вообще история это очень долгий процесс очень длительный поэтому то что его снимали три дня это можно вынести за скобки это просто отлично отснятый концерт и эту штуку можно считать я я свое время считал что это лучший рок концерт в истории музыки и на самом деле до сих пор продолжаю так считать потому что если лучшую группу невозможно назвать да то лучший концерт можно нажать легко можно отсмотреть концерт и сказать что вот это уникальная совершенно вещь рассказывать о том что происходит на этом концерте я не буду лучше посмотрите благо в ю тюбе он есть все это можно оценить американское оригинальное издание с книжечкой с такой токен хэдс и здесь много-много всего много фотографий с этого концерта это удивительная штука это черно-белая музыка на самом деле и очень хорошо что черно-белые фотографии здесь музыка действительно черно-белая она и с одной стороны африканская то есть черная с другой стороны она абсолютно белая нью-йоркская и она на сто процентов черно-белая это не та музыка где какой-то вот как я и говорил влияние фанка или влияние соул там никаких влияние это черно-белая музыка вот такое бывает для то чтобы это понять надо это посмотреть и послушать дело в том что вот этот концерт который вышел в 1984 году он основан практически на песнях вот с этого альбома ну да добавлено несколько вещей с первой пластинки кавер замечательный take me to the river здесь исполняется сайфер киллер с первого альбома которого здесь нет естественно на первом альбоме сайфер киллер здесь сольное исполнение дэвида берна которая на котором можно было вообще остановиться потому что человек вышел на сыну с одной акустической гитарой под запись драм-машины не под драм-машину а под запись драм-машины на магнитофончик как мы в свое время сыграли кстати гай спел сыграл эту песню так что рот раскрываешь и все и собственно концерт можно останавливать потому что мы получили тысячи процентное удовольствие от этого исполнения но слава богу там еще много всего разного что касается вот этой пластинки этот материал пересекается во многом как я уже говорил спеца stop making sense но он записан в студии и он записан здесь все сыграно кристально чисто но здесь все сыграно очень горячо и это круто потому что это концерт а здесь все еще более кристально еще более чисто но достаточно холодно достаточно так как-то я не скажу академично а на века то есть эта штука на века такая сделана отложить это можно смотреть пересматривать и каждый раз ходить на этот концерт да а это просто стоит в музее в нашем домашнем на полках и слушается очень часто данный данный хаус первая песня которая вышибает сразу с дикой работой синтезаторов очень много синтезаторов здесь во всех песнях и я не могу сказать что они используются мало и локально они используются во всю свою мощь но просто ум который заложен в аранжировке он не дает синтезатором навалиться на тебя как в музыке там вейкмана например или там ес да или эмерсон лэгкан пауна где вот это здесь синтезаторы используются как равноправный музыкальный инструмент наравне с перкуссией и наравне с перкуссией именно потому что перкуссии такое количество здесь она такая качественная иногда один удар по тому по большому и его достаточно для всей песни потому что кроме этого одного удара еще много-много-много всего то есть песни идет идет ее слушаешь потом где-то неожиданным такой удар ну и вот это все вот это мелкая перкуссия большая перкуссия барабанная перкуссия ударная установка все это работает и все это и все это не не сыпется горохом на тебя как у музыки сантаны например да а все четко расставлено по своим местам все дышит все колет живет и и ты просто теряешься в этом в этом обилие просто звуков которые все на своих местах и все в едином ритме а ритм прямой остается это потрясающая вещь конечно мы там флиппи-флоппи замечательно моя обожаемая мною вещь girlfriend girlfriend is better с удивительным рефреном красивым музыкальным опять же с этим диким ритмом с синтезаторными фразами с бешеной гитары совершенно что касается бешеной гитары я сразу перескочу через через много через много через слепи people африканская штука с перкуссионная приду сразу this must be this must be the place naive melody последняя вещь послушайте как там играет гитара что там играет гитара там нет адских этих самых роковых соло там ритмические штучки играются на гитаре но это такое ребята что ума лишиться можно плюс синтезаторы плюс бас плюс барабаны плюс голос бирна невероятный и вот эти ритмические штучки на гитаре их много их впервые с перкуссии они перекликаются и это не то что какое-то такое такое мелкое какое-то такое дебежи это навал рока это такое то это такая рук музыка которая выбивает просто тебя круче чем любые motorhead и сидись и намного круче это это просто молотилово невероятное невероятное несмотря на то что очень интеллигентная прозрачная по-своему но посмотрев вот этот концерт вы поймете что это вообще за бешеную что это за бешеная музыка бешеная яростная умная тонкая и сравнить ее нищим потому что дэвид бирн реальный гений реальный просто настоящий не просто музыкант а человек который выше понятия музыкант он сделал из рок-группы что-то такое чего не было и нет и вряд ли еще будет когда-нибудь вот так вот пошел пить пока